Вот смотрите, как похожа ситуация. Кадыров берет за одно и то же действие, одного генерала просто опускает ниже Плинтуса, а второго хвалит. Хотя оба сделали одно и то же. Один отдал Лиман, отступил, второй отдает правый берег Херсона. Вот вы не должны поступать таким образом. Сами ошибки мы их не оправдываем, но людей мы оправдываем. Понимаете, разница? Ошибку мы признаем и говорим, что такого делать нельзя, но человек, совершивший ее, мы его не списываем, мы говорим, да, всем свойственно, все сыны Адама ошибаются. Вот эта вот повестка, которая сейчас также поднимается этими сторонниками закаевскими, если вы против Закаева, значит вы ФСБшники, значит вы агенты Кремля. Мы это уже проходили. Мы помним эти разговоры, если вы против нас, значит вы против Аллаха. У нас такие были чуваки между двумя войнами, которые тоже свои группировки создавали. И вот так открыто заявляли те, кто против нас, они не против нас, они против Аллаха выступают, они против религии выступают. Такие вещи были. Поэтому вы сами себе враги на самом деле. Вы такую, вот, ваша вот эта вот тактика, которая на протяжении 20 лет, она у вас никак не изменилась. Вы до сих пор все это время, вы методично вешали эти ярлыки на людей. Люди приезжали сюда, убегая от реальных преследований, имея реально вот серьезное преследование, которого нет у вас и никогда не было и не будет. Люди приезжали сюда с этими проблемами, а вы вместо того, чтобы оказать какую-то посильную помощь, или если вы не хотите или не можете хотя бы просто не мешать, вы вместо этого всячески лгали на этих людей. Вы вешали на них ярлыки, называли их ФСБшниками, агентами, специально засланными для того-то, для этого, для разобщения. И вот, и вы продолжаете сейчас делать то же самое, у вас ничего не меняется. Но эта тактика, эта методика ваша, стратегия, она не дала вам никакого успеха на протяжении этих 20 лет. Неужели вы думаете, что сейчас вдруг она выстрелит? Вот сейчас вы начнете говорить это, и сейчас все такие скажут, а да, вот вы правы. Что должно произойти? Вам, кто вам должен поверить? Европейские власти вам должны поверить. Чеченское общество должно, кто вам должен поверить? Что в результате этого вас должны на каком-то коне вывести в очередные падишахи чеченского народа вместо Кадырова вы хотите? Вот чего вы добиваетесь? Для чего эти ненужные разговоры? Тот, кто против Закаева, он против Закаева. И не потому что, потому что. А потому что у него есть конкретные претензии к Закаеву. Плевать он не хотел на Россию, на все остальное. Понимаю, у него есть претензии. Он не согласен с чем-то, с того, что он делал или продолжает делать. И это нормально. Это в любом обществе, государстве так и строится. Это политика. И никто не говорит, вы работаете там на того, когда демократы и республиканцы там друг друга критикуют. Их, да, конечно, там тоже есть такие мракобесы, обвиняющие там в связях с Россией и так далее. Но большинство не делает этого. И даже если обвиняют, у конкретных каких-то людей целые партии не обвиняют. Из покон веков там эти две партии существуют. Можно нормально вести политическую дискуссию. Спорить, опровергать, предъявлять. Но без вот этого они работают все на этих. Их кто-то сюда прислал специально для вот этого, для того-то. Ничего. Может, конечно, есть отдельные лица, которые присланы. Но на протяжении этих 20 лет вот уж вы точно не сделали ни одного шага против этих людей, сюда присылаемых или присланных во все-все это за все эти 20 лет. Вы не передали ни одного российского агента полиции, правосудию европейских государств. Вы не сделали ни одного шага против этих кадыровских представителей здесь, когда они здесь сидели. Ни одного шага вы не сделали. Ничего. Вместо этого вы писали какие-то доносы клеветнические на простых чеченцев, обвиняли их в экстремизме, в терроризме, какие-то там джаматчики. Что-то вы про них не говорили. Теперь вы от уже явно спалившихся людей типа открестились, и вы такие, раз, все у вас изменилось, вы сели. Мы-то не дураки, мы-то все эти вещи помним, все это конспектировали, в любой момент можем как бы предъявить. Поэтому я вас призываю, вернитесь в нормальный режим. Давайте без вот этой вот ерунды про ФСБ, про Кремль и прочее, без вот этого упоминания там мать то, мать это. По факту, вот такие-то взгляды не согласны. Вот такие-то действия не поддерживаем, неправильно, нельзя и так далее. Вот так вот нужно общаться. И это будет вполне достойно и презентабельно. Так, все, давайте, зачитываем последние и завершаем. Савап Тумсо заметил, что Кобзон не был так популярен, как сейчас. Билеты уходят, как горячие пирожки. Ну, да, соглашусь. Альтабелло. А как будет Ичкерия без свободных соседних Ингушетии и Дагестана? Мы будем всячески помогать нашим братьям в Дагестане, в Ингушетии, в Осетии, в Кабарде, Балкарии, Карачае, где угодно. Но мы не хотим, чтобы размывали нашу борьбу. Если там еще не готовы общество к этой борьбе, то там, значит, надо работать над тем, чтобы эти общества подготовить. Мы не должны друг другу мешать. Если мы все двигаемся в одном направлении, значит, мы помощники друг другу. Для этого нам не обязательно взяться за руки. Мы сегодня видим, что со самой дискуссией даже на тему вот этой свободы, освобождения в соседних республиках она, к сожалению, не ведется. Она не такая активная. Поэтому мы, не мы должны работать над тем, чтобы это пламя разжечь. Это внутри этих обществ должны люди работать. Когда они будут готовы и устремятся к этой свободе, мы будем помощниками, иншалла. Ни в коем случае не врагами. И не помехой, а только помощниками. Что я не имею права обсуждать того, кто принес Чечне горе своим походом. Я знаю очень много про войну и Первую и Вторую, и про все войны Кавказа. Этот поход лишил нас суверенитета. Ты можешь обсуждать. Главное, быть последовательным. Вот к чему я вас призываю. Если, допустим, за одно и то же действие. Вот смотрите, как похоже ситуация. Кадыров берет за одно и то же действие. Одного генерала просто опускает ниже Плинтуса, а второго хвалит. Хотя оба сделали одно и то же. Один отдал Лиман, отступил. Второй отдает правый берег Херсона. Вот вы не должны поступать таким образом. Если Джамбулат за поход в Дагестан плохой, то, дорогие друзья, все, кто туда пошел, все должны быть тогда плохими. А туда очень многие пошли. И те, кто не пошли, но поддержали, такие как Закаев, тоже тогда должны быть плохими. Понимаете? Я тоже отношусь к этому негативно, к самому походу. Но к этим личностям я не отношусь негативно. Я понимаю, что людям свойственно совершать ошибки. Я также из достоверных, заслуживающих доверия источников знаю, что Шамиль Басаев сам жалел об этом походе. Сам признавал это ошибкой. Поэтому, когда ты этих людей смотришь на то, как они закончили свои жизни, то есть дальнейший их путь, если бы они пошли в Дагестан, прилили там, грубо говоря, эту заварушку бы затеяли бы и потом просто куда-то сквозанули бы, да, у меня было бы однозначно плохое мнение о них всех. Ну, это люди, которые, да, они совершили ошибку, вернулись обратно, осознали, до конца прошли, отдали свои жизни. И те благие их деяния, они перевешивают любые их ошибки, совершенные ими. Да, не оправдывая, конечно же, мы должны эти сами ошибки, мы их не оправдываем, но людей мы оправдываем. Понимаете, разница? Ошибку мы признаем и говорим, что такого делать нельзя. Но человек, совершивший ее, мы его не списываем, мы говорим, да, всем свойственно, все сыны Адама ошибаются. Но если они свои ошибки осознают, они в них раскаиваются, и дальнейшие их поступки, их жизненный путь показывает, что они люди достойнейшие, то как можно цепляться к каким-то этим моментам и их списывать? Субтитры создавал DimaTorzok